Не предупредили, если его вдруг у нас. Я тут не готов, сейчас я тут только что вернулся. Здравствуйте. Вас не видно. Вы меня слышите? Я слышу, но вас не видно. Вы отойдите в экраны, чтобы были. Отступите назад маленький. Так, говорите. Что такое? Откуда? Я сейчас в Москве нахожусь. Надавитесь, как это. Олег Воротынский, я вас никогда не видел. Да, но я первый раз звоню. Я просто хотел сказать. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Не выключайте. Я вам хочу сказать. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да нет, я не против. Я слушаю, говорите, пожалуйста. Я смотрел ваши ролики, Игнатий Тихонович. Так. В моем понятии вы очень большой великий туалет, я скажу. Ну что, больше никого нет. С миром, Игнатий Тихонович. С миром, с миром. С миром. Ну что, наверное, у нас три человека так и будет. Ну да, Володя сейчас только приехал, схватил свой блин, это ты побежал туда. Ну тогда, все тогда. Ну тогда, все. Все надо будет сделать. Сделано будет. Давайте во славу Божию. Мы все знаем. Расходимся. Через час можем посвящать. С Богом. Давайте. Как вы, Игнатий Тихонович, как сегодня у вас? Утром я заходил, прямо одни матершинники. Ужасно, как с ума посходили. А сейчас легче было. Последнее с мусульманами побеседовал хорошо. Вначале он сопротивлялся, а потом Господь как-то коснулся, стал мягче. Ну у нас, видишь, опыт уже очень большой. Показываем, рассказываем. И он начинает, а как, а разница, там буддизм и прочее. Да у них Бога никакого нет, это человек, достигший нирваны. Это не просто так. Ну а тут-то стали говорить, он, а вот, а у нас так. Я говорю, я тебе показал твою книгу, твою. Я ее не трогаю, нет. Почему ты в моей топчешься грязными ногами? Как? Очень просто. У нас написано, воскрес и споришь. Я ж тобой не спорю, у вас пророк, не распятый был. Я тебе вообще не... Да мало ли еще кто скажет. Я не трогаю. Почему вас это тревожит? Потому что это самое главное чудо. Как и пророк Иона был вообще веке-то. Вы знаете, он, оказывается, не считал. Ну вот так. А я мусульманин, я только показал Библию. Он как матюгами загнул. Матюгами. Видно, злобный такой. Дальше ребятишки лет семь. Аллах, Акбар, народ. И увидели меня, как заматерились. Я говорю, вы что делаете-то? Один лицо зовет. И они сразу скрылись. А оттуда матерятся им. То есть они нарочничные. Настоящие мусульмане так детей не воспитывают. Это шпана какая-то растет. Но на них все равно у Бога найдется управа. И тоже кричит. Но ничего это не доказывает. Вот один зашел и правильно прочитал с обратной стороны. Начал по-своему говорить. Я нашел. А вы говорите, да это шииты издают. Я говорю, вы, наверное, суниты. Ну, вот как вы говорите с католиками. Э, нет, я говорю, тут намного больше. Католиками. С католиками это в нормальной обстановке я могу разговаривать. А вы-то не можете разговаривать. Иран и Рак между собой как воевали. Ну, вот так вот. Ну, да. Хорошо все было. Живой остался. Я выставил, только сейчас закачал, а минуты две назад, собрание. Можешь посмотреть сегодняшнее. Сейчас так и выставил. Сейчас закачивается будет проповедь моя, которую я в храме говорил. А Сергей записал тут. Ну, я сам записывал. Володя. Мы уже посмотрели проповедь. Ну, она у него... В онлайн режиме. У него как-то, думаю, не так. Почему-то какое-то такое как бы слабое. Это рисунок. Может быть, у меня так отображается. Такое как бы растушеванное. Ну, смысл понятен. Я там почти 40 минут говорил. Или 30, не знаю. Я решил объяснить все надписи, какие есть в храме. И через две недели, когда батюшки нет, я стал выходить. Ко мне на дом пришли. И они сказали, ну, что ж, не говорите ничего. Ну, я тогда сказал, тоже сколько проповедей. А все проповеди, это о слове. Я сегодня статистику выдал. Слово говорить и прочее. Больше тысячи. И нам что, не хватает этого? И не было слова Божия нигде. От него спасение зависит. Мы даже не можем сказать, когда наши слезы остановятся. Вот так. Сергей, у вас как там? Я долго беседовал с одним мусульманином. Он какой-то блогер. Там, лайв какой-то. Но, к сожалению, он по-русски не очень хорошо владеет русским. Мне всегда хотелось остановить беседу. Потому что я твою беседу смотрел. Конечно, он не хулил там, ничего такого. Но я понимал, что там стена. Долго мы с ним беседовали. Я жалею, что я с другими из-за него не побеседовал. Потому что надо было остановить. Может быть, это ошибка моя. Но он в конце открыто сказал, что все христиане будут в аду. Потому что мы делаем себя равным Богу. А это у них непростительный грех. А все мусульмане, которые делали грехи, там неважно какие грехи, Бог их простит, Аллах их. А вот христиан никогда не простит. Вот так вот. Я говорю, а мы верим? У нас мы верим, что мусульмане будут в аду, потому что не уверовали в Сына Божия. То есть мы вот такими откровениями поменялись. Он мне не поверил. Я ему не поверил, конечно, что христиане все будут в аду. Вот это он сказал, говорю. А я вот не советую этого говорить. Сергей, я никогда этого не говорю. Я считаю Писание местописание. Согласно местописания ему все открыто. И тебе не советую говорить. Просто скажи, у нас написано так. Он не имеет сына, не имеет отца. Все местописания выпиши. А где он говорил о себе, что он Бог, Господь? Я говорю, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 13 стих. Вы называете меня Господом, это действительно я тот. Куда еще больше-то? Ну, они ни Библии, ни Писания не считали. Вообще нету. Коран, который считал, я не считал. Так а почему что не считал-то? Это ваша священная книга для вас. Вы не уважаете ее? Хорошо, когда мы свинину не едим. Тут легко отвечать. Я же говорил тогда, когда с Игорем-то спорили. Я говорю, на меня заходят люди, которые доказывают, что я вообще мясо не ем. И их трогает это. А почему? Да у них какие есть. Я показываю щетки. Вот мы молимся, допустим, 7 раз. После каждой молитвы 100 поклонов. А у вас ничего этого нет. Вы не знаете это. Вот разрешили вам это многоженство. Я говорю, у нас в Думе это провели какой-то закон. Меньше 20 тысяч рублей, если своровал, то судить нельзя. Так вот тебе разрешили 4 жены, и можно каждую выбрасывать новую брать. И греха никакого нет. Это великий инквизитор. Мы разрешим грех и спасем всех. Но за смертью обрящен лишь смерть. Ну, хлопцы, все, отходим? А? Да. Давайте. Хорошо поговорили. С Богом. Не твердость руки и в сомнении. Их. Абонét. Абонет. Абонет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты слышишь вперед, труба нас зовет, и это все делает Бог Во свете земли, в боем об истине, мы путь прокладываем свой Делами земными, в кресте едиными, ведемый православный бой Вот сколько врагов и сколько друзей, о Боге ты не забывай Ты в жизни своей все преодолей, лишь Божьему слову взывай Оно тем сильней сердце твое, звучит все ясней и ясней Ведь после соскалов есть ничего, и в мире всем станет светлей Мы по свете земли, в боем об истине, мы путь прокладываем свой Делами земными, в кресте едиными, ведемый православный бой На свете земли, в боем об истине, мы путь прокладываем свой Делами земли, в кресте едиными, ведемый православный бой Ведемый православный бой Ведемый православный бой Ведемый православный бой По свете земли, в боем об истине Делами земли, в боем об истине, мы путь fenome Ну вот приезжали, делали связь, интернет, там все вот это, провод натягивали. Все, благодарим. Очень хорошо. Ну что сказать, молодцы. Потом быстро все сделали. Ну сейчас все убрать, это дороги пока доделать. Сюда вытащить, я ворковище найду. Вот убежали, ворковище. Вот я от вас заватил и отпилил сейчас, с Божьей помощью. Наши веточки. Вот еще дополнительно дрова у нас будет. Слава Богу за все. Аллилуйя. Вон мужчина где-то, я вот тут не заснял. Это Ростелеком пришел, да видимо даже видно на спине. И все это посмотрел у нас, вот где мы. Это вот я стою, ну выше головы. Везде все. И вот наш дом и сверху сорвало. Вот ветер накачает калитку. Это вот какие ветки висят, красота какая. Ну и снег-то упал, тут все завалил теперь дорожки. А ночью порвал. И вот мы, вон они видно, где провод-то засняли. Вот так. Никого пока нету. Заткнуть. Надо сейчас снимать. Все это застывшее. Вот я стою. Ну это намного выше головы. Тут метра два. Вот у нас сверху как летел. И вот этот провод так шел к дому-то и его порвало. Но мы сами тут провод намотали. Вот сказал я, что заберем мы его. Вот оно где. Вот и Володя тут сейчас будет прокапывать. Завалило. Ну вот это метр тридцать примерно. Высота камлыги этой. Вот лежит медведь какой развалился. И вон он по мелочи. И Володя пробился все-таки в храм. Вон он какой. Это он кидал уже. Чтобы открыть-то. Ой-ой-ой. Вот какой крест должен быть-то ровный. У нас так храм. Ну и вот камни. Камни эти лежат. Ну эти камни-то не такие толстые тут. Сантиметров сорок пять. Вот такой. Ну и длинные тут по метру они. Катились. И конечно вон провод-то идет где. Оно и захватило его. Вот а ветки наломало. Не знаю, что тут отломило. Володя. Видимо отбивал снег. Вот она елка наша. Сибирь. 10 февраля. Еще всякая будет погода. Вот она где. Вот этот провод-то у нас шел. И он шел вон где тряпки. Там мы специально тряпки привязали. Чтобы по ним она елозила этот провод-то. Не порвало. Ну вот так. Вот теперь все. А что я закрыл-то надо открыть. Кто-то придет и закрыто. Среди белого дня. Ну-ка давайте. Узнаем. Это Ростелеком. Благодарность Богу. Какие люди отзывчивые. Замечательные. Вот так. Теперь пойду домой. Тут уже ничего не сделаешь. Голуби там забились. Что там им делать? Сейчас полезу проверять. Что и голубям дать. О! По снегу пробирается кот отсюда видно. Вон он кот идет. Как он шагает. Тонет снегу. По одному шагу делает. Это вообще. Вон он кот идет. Это издалека издалека его. По снегу как идет. Тонет. А тут голуби налетели ко мне. Вот они. Кормить надо. Дикие дикари. И воробьев кормить надо. Ну вот так. Все.